Разделять и властвовать. Принцип древних правителей в своей жизни использует и председатель Думы Сургута Надежда Красноярова. В зале заседаний она строгий политик, дома заботливая мама и бабушка. В работе, уверена Надежда Александровна, разницы полов быть не может, а те, кто к женщинам относится несерьезно, мягко говоря, их недооценивают. Иногда со страниц журнала или со страниц прессы слышится или просто в разговоре. Да что там женщина? Да женщина на всякий случай это родина мать. Это раз. Женщина родила всех великих мужчин. Это два. Сумела их воспитать. Это три. Но если ты знаешь этот вопрос и говоришь на основании документов, на основании литературы, на основании знаний, то тут не возникает вопроса, кто ты, женщина или мужчина. Вы решаем, мы решаем вопросы. Вот именно это и есть. А если пускаться в какие-то базарные интриги, конечно, грязные интриги, то, наверное, это не имеет отношения к слову политика. Баланс должен быть во всем. Заместитель главы Сургута Анна Шерстнёва руководящие посты занимает уже 20 лет. По её наблюдениям, сильные и слабые половины гармонично дополняют друг друга. И если мужчины привыкли фонтанировать идеями, то женщины склонны их спокойно и ответственно проработать. Мне всё-таки кажется, с мужчинами проще иногда, потому что у них нет вот этих женских каких-то обид там, да, или что-нибудь нашего женского. Они как-то более просты, ясны. Манера стиля отражается. Более такой сдержанный, деловой стиль. Иногда выходные, вот просто очень хочется одеть какую-нибудь, не знаю, очень простую одежду, спортивного какого-то плана, потому что всю жизнь, ну, в одной одежде, ну, в такой деловой одежде работать, конечно. Совсем каких-то там рюшечек, валанчиков, ну, как-то не всегда себе позволишь. Уметь совмещать. Депутат Думы Югры и главный врач кардиологического диспансера Ирина Урванцева в большинстве своём работает с мужчинами. Её коллеги – это и окруженные парламентарии, и хирурги, и анестезиологи. В каждой сфере женщине можно и нужно проявлять свои качества, ведь наша сила не только в слабости, но и в мудрости. Болезнь – это не только физическая боль, физическое недомогание, это ещё и психологическая травма. И, наверное, вот мне то, что я женщина, помогала в работе, помогала убедить пациентов в необходимости принятия того или иного решения, поэтому вот наработала за всю свою практическую деятельность, в общем-то, такие навыки коммуникационного общения как с мужчинами, так и с женщинами. Самое главное – быть открытой, быть откровенной и пытаться решить те проблемы, с которыми к тебе пришёл, будь это пациент, избиратель, либо коллега. С каждым годом женщин в политике всё больше. На всех уровнях – от молодёжных объединений до федеральных министерств – дамы могут занимать высокие посты и утверждать важные решения, и подписывать порой судьбоносные документы. Они могут найти ответ на самый сложный вопрос. И для этого не нужно быть лучше мужчины, нужно просто оставаться женщиной. Наталья Степанова, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.